Контрстрайк, а я передаю слово нашим комментаторам. Смотрим, что будет на Кобле. Ой, к сожалению, послушал я немного Петрика с этими просто-таки удручающими цифрами, что Ликвид вообще никогда никого серьезно не обыгрывали на Коблстоуне. Ну, возможно, таки сейчас пословица «все бывает в первый раз» нам пригодится. Но предпосылок к этому, к сожалению, пока нет. Вообще никаких. Все же Ликвид, ну, не дали даже намек. И мы видим, что делает FNX врывом на Лонкон. Бред одного-второго. Вы понимаете, что где-то третий есть. Что в это время делает четвертый, неясно. Но вроде парни с горем пополам справляются настолько, что люминосити выходят в меньшинство. Более того, отлетает Калзеро и товарищ Тако в одиночестве. Ну что же, нитро пробил все-таки дропрум. Параллельно открылись дуэтом. Мы видим через длину Куста и Хико. Уже установили бомбу. Ну, возможно, только дистанция и USP помогут тут Тако как-то справиться. Ну, ты знаешь, Тако очень хороший игрок. И вот если бы он сейчас попал по голове, ситуация была бы один в один. Ну, просто не всегда получается сеймить. Но Хико доволен. Вся команда Liquid тоже. Все-таки важную пистолетку они выигрывают. Она должна им обеспечить еще два раунда. Хотя на Дасте была похожая ситуация. Я только хотел сказать, и на Дасте выиграли важную пистолетку. После этого проиграв Force Buy. Ну, там, правда, была немного другая ситуация. Тут Luminosity придется держать оборону. Да и Force Buy, так как мы видим, у бразильцев нет. Закуп минимальный. Буквально три ХЕшки. ХЦ для Тако. Ну, и более-менее, ну, такой вабанг. То есть просто стак под Б. Что же, вот в яме, может быть... Нет, не начекают Фера. Фер прячется. Liquid пассивничают. Но, тем не менее, бомба идет почему-то в авангарде, в район Рукала. Повезло, что на самом деле плентом не спалили на ранних таймингах. Да, и при этом в целом Luminosity не особенно угадывают. Укрепляются на точке Б. Хотя Liquid действуя медленно, дают возможность Luminosity понять свою ошибку и стянуться обратно под А. Интересно будет посмотреть, что обеспечит Фер в такой позиции, но подкрывается сам. Да, Дрэн прям как будто прочувствовал, что сейчас, возможно, Бразилийс из упора попытается дать минус после откинутой ХАЕшки. Стянулся назад. Ну, и в итоге OpenFrag все-таки за командой Liquid. Fallen с двумя ХП живет, но, тем не менее, уже 3 в 4 для Luminosity. Итак, для Liquid. Да. Для Liquid смотрим Тако. Ну, конечно, мог бы включиться, но уж слишком много стволов смотрело в его сторону. Это 2-0. И, ого, мы видим улыбку на лицах. Команды Liquid. Наконец-то заряжаются морально американцы, начиная чувствовать себя более уверенно. Ну, не думаю, что, конечно, мораль просела у Luminosity, но в любом случае приятно, что все-таки Liquid еще верит в себя после трех проигранных карт за вечер. Ну, знаешь, иногда бывает такое, что если ты вот за день проигрываешь все в салат, на последнем матче тебе, ну, как бы, ну, просто наплевать. Ты играешь в какую-то свою игру, проиграем, да и ладно, давай просто сделаем это. И такой подход зачастую и работает. Ну, возможно, возможно, уже действительно Liquid пустили все на самотек. И на самом-то деле это помогло им выиграть первые два и, скорее всего, три раунда, потому что, как мы видим, Full Echo. Вот бразильцы в Nitro уже занимают арену. Видят, ну, слишком уже далеко, конечно, первого оппонента. Ну, в принципе, должны уже под флешечку врываться. Посмотрим, ворвутся или нет. Да, должны. Lumino City делают укрепление. На это укрепление Liquid могут ворваться. Nitro Spray, Mac-10. Попадает по фолу, но очень плотно. Оставляет ему всего 21 хп. Любопытно, как-то все-таки побаиваются Liquid. Увидели двоих-троих в районе фонтана, в районе Бэплента и принимают решение сделать перечажку. При этом, ну, Lumino City прекрасно считают оппонента. Liquid делают двойной фейк. Возвращается в обраточку. И вот это уже, вроде бы, должно им помочь. У кого ВХ мощнее сейчас, наверное, именно об этом идет речь. Но, конечно же, Liquid угадывают. Вот ничего не скажут. Собирались уходить набивать какие-то фраги. Мы видим, действительно, там план очень жесткий в Lumino City. Половина уже в респауне, половина прячется. Найдут ли вообще какой-то минус, неизвестно. Liquid. А Liquid ждут засады. Liquid пытаются чекать каждый угол, при этом бомба пищит. Ну, и со счета 3-0 начинается карта оппонентам фармить и набивать какие-то фраги. Мы видим, действительно, там план очень жесткий в Lumino City. Половина уже в респауне, половина прячется. Найдут ли вообще какой-то минус, неизвестно. Liquid. А Liquid ждут засады. Liquid пытаются чекать каждый угол, при этом бомба пищит. Ну, и со счета 3-0 начинается карта Deco Ballstow. Ну, и вот здесь интересно, что Lumino City-то сами от своих пистолетов не спешат избавляться, ожидая как раз каких-то позиционных ошибок именно от Liquid. Мы видим, Nitro уже замечает башню. Кстати, в этой перестрелке он остается красным. Очень странное решение. Стреляться из УЗИшки против УСПА в такую даль. Ну, в итоге все равно Nitro живет. Пошли там уже какие-то ничего не значащие размены. Делают по фрагу команды. Ну, и, наконец-то, девайсный раунд для бразильцев. Интересно будет, как бразильцы разыграют его. Хватит ли денег на две снайперские винтовки, если, конечно, этим собираются как-то заниматься товарищи. Да, вот они два АВП, Cold Zero и Fallen. То, о чем мы говорили. Да, Cobblestone, сторона защиты, наверное, лучше и не придумаешь. Действительно, Lumino City на Дасте в атаке не брезговали вторым снайпером. Чего уж тут от Cobblestone ожидать. Ну, а вот Куста показал не очень-то стабильный уровень. Поначалу вообще у него 0.07 была статистика. И только где-то, наверное, под занавес первой половины начал он давать свои минуса. Вот пока ждут, халдят, Liquid. А Liquid понимают. Liquid понимают, что у Lumino City будет два АВП, скорее всего, ну, одно, как минимум. И наткнуться на него, ты же не знаешь, где, ну, наверняка, там, тот же Fallen будет играть сайком. Наткнуться на него не хочется, поэтому Liquid играют на инфу. Ждут каких-то суперподжимов от Lumino City. Ну, в общем, это стандартный четвертый раунд. Каждый просто стоит и пытается понять, что же делает соперник. Да, ошибиться тут ни в коем случае нельзя. Liquid, опять-таки, хотя бы бомбу установить они в этом раунде обязаны. Но, судя по карте, вроде бы планируется очередной раунд на перетяжках. То есть, игрок под номером 3-4, это Адран Хико, мансуются в районе Змейки, начинают подготовку Liquid. Но там столько хаешек и флешек, что, в принципе, могут развернуться. Конечно, хватит им на фейк и на еще один заход на противоположную точку, например. Но здесь фишка в том, что Lumino City, несмотря на отсутствие нормальной гранат, вот уже на этом этапе, на поздних таймингах все же, укрепляются на B. Опять принимают совершенно правильное решение. Это может стать очень плохой новостью для жидких. Любопытно, закроет ли как-то тут подсадку у Колдзера, уже выбил бомб-кэрри. Тут уже 20 секунд бомба выпала, а что делают американцы? Ну, все-таки вышли. Ну, как? Один вышел, второй продолжает сидеть на лонге и контролировать хоть как-то. Курятник откидывает туда очень хороший Молотов, который призван соперник. А выкурить вот это прострелы! Но Колдзера из-за не ваншота забирает Хико, Фоллэн ставит точку. Ну, перед этим Колдзера сгорает, это уже никакого значения не имело, разве что потерянная АВП 3-1. Да, слишком долго выходили на самом-то деле на позиции Ликвид. Ну, вот мы видим, 26 секунд умирает бомб-кэрри, умирает Элайш. Хико пропрыгивает, берет бомбу, но как ее ставить, абсолютно непонятно. Этот снайпер в Курятнике вообще задушил всю атаку. И при этом о Курятнике знали, при этом его пытались оттуда как-то выкурить, а ничего все равно сделать не получилось. Ну, не знаю, с чем связано. Столько раскида, мы говорили, у Ликвид было, а вот Курятник вроде бы дефолт не закрыли. Там минимум два молотова у них оставалось на момент выхода. Интересно, с чем связано решение FNX покупать Max 7, вроде деньги там должны были быть. Да, по-любому. Хотя девайс этот, опять-таки, очень приятен при игре в дропруме или против лонга, например. Все мы знаем, что иногда он даже лучше, чем та же PAM-ка, сайленсер в дропруме, которую ты, например, будешь использовать. Но на дуге же она не так плоха. Да, ситуативный девайс, но, как мы видим, под дропрумом никакого экшена не наблюдается. Фоллен прикрыл тиммейт, а теперь нужно отвечать тем же Феру. Ну, как-то по одному только минусу сделали. Ну, и размены эти, можно, наверное, даже сказать немного в пользу атакующей команды, хотя раскидки более чем хорошие у Леминости. Ну, тут FNX, да, со своим Max 7 теперь уже явно не к месту оказался в этом чистом поле. Ну, и должны ставить бомбу. Тако плюс колд-зеро на выбивании. Хико дефолтная позиция, в принципе, как у Адрена за деревяшками. Ну, и вот она установленная бомба, Леминости должны принимать решение на сейв. Это выбивание в меньшинстве. Если, ну, колд-зеро найдет возможности, сделает килл, он-то понимает, что и под балконом, и на плейнте кто-то должен быть. А никто не открывается. Вот как назло, все игроки команды Liquid стоят строго по позициям, осознавая, что, ну, нельзя здесь рисковать вообще никак. Да, закрываются флешками, тянут максимальное количество времени. Сейчас Liquid тако находит все-таки фраг, но больше инфы никакой нет. Не замечает загон, он не замечает загон, этим пользуется Адрен, забирает тако. Попытки прострела от колд-зеро ни к чему не приводят, и Хико совершенно хладнокровно садит колд-зеро на нож. Перо под ребро сейчас садил Хико последнему бразильцу. Передал привет Саше Симплу на другой конец света. Ну и Liquid наконец-то, наконец-то заиграл Хико. Опа, вышел Хико из тумана, вынул ножик из кармана. Спенсер Мартин все же порезал. А вот вы представляете вообще, вот как сложно кого-то из бразильцев в целом порезать? А ведь сегодня это происходит уже во второй раз. В первом матче против Ренегейтс в первой же пистолетке, напомним, порезали Фоллона. Да, это была супернеожиданность. Но в любом случае, все-таки Люминосити неуязвимые парни. И можно этих злостных Аймеров также и резать. Как-то 5-1 сейчас будет уже. Ну да, и начало впечатляющее. Дай бог, чтобы такого вот конца за упокой не было. Но этот экономический Liquid не фейлит. Разве что не замечают загон. Ферр действует из этого загона. Забирает. Фраб-2. Каким-то чудом разменялись бразильцы. Из-за этих деревяшек уже может развернуться второй раунд с ног на голову. Ну, ХП у них по-прежнему слишком мало. Этим и пользуется Хико. Завешает хедшот Феру, ничего не залетает от Атака при ситуации 1-2. Но стоит отметить Найс Трай. Да, поборолись, поднапрягли очень жестко сейчас своих оппонентов. Не дали поставить бомбу, что немаловажно. Ну и Хико. Хико заиграл. 5-1. Так, паузы не будет. Да, паузы не будет. Люминосити делают еще одно Эко. Liquid потихоньку набирают обороты. У Адрена 5-300. Это минимум еще одно АВП. И, в принципе, за этот раунд должны забуститься в экономике Liquid. Да и вообще 6-1 это очень хорошее начало для Liquid. А ведь это, ну, это еще не конец. То есть в упоре там может быть и более разрывной даже счет. И пока вот многие и аналитики, и мы с тобой обсуждали, что Коблстоун, казалось бы, даже более подходящий для люминосити карты, нежели Дедас 2. Но пока отдали пистолетку, что-то не зашло в девайс нам. И вот он борщ, в общем-то. И 5-1, еще один Эко, дело уже идет ко счету 6-1, а Liquid в атаке. Вторую-то в защите будут играть. А мы отмечали, что в матче против Ренегейца в люминосити показали не очень хорошую атаку. Да, да, в принципе, это довольно интересно все выглядит. То есть, казалось бы, явные аутсайдеры, особенно после трех проигранных карт, это Liquid, эти Ренегейца против люминосити. Но именно на Коблстоуне почему-то очень тяжело бразильцам. Вот не сказать, что это недооценка соперника. Вот как-то неудачная карта с неудачными командами. Ну, неудачная пистолетка, да, неудачная там после этого 2. Вот у тебя уже есть 3. Потом где-то девайсины проиграли, где-то опять же Эко. Ну, то есть, если так посмотреть, то, по-моему, только один полноценный девайсин-то у люминосити был, да? Ну, то есть, они один взяли. Да, после этого был закуп с этим А7. Вот мы видим. Они-то первый девайсин и взяли. Да, потом в А7 они проиграли, и два Эко следующие за ним. То есть, это, по сути, из шести проигранных раундов только один был девайсным. Да, в похожей ситуации Liquid оказались на Дасте, выиграв пистолетку. После этого они отдали там порядка пяти-шести, а то и семи раундов. Ну, и давайте, наконец-то, смотреть. Давайте смотреть уже за полноценной закупочкой. Конечно, она не супероптимальная. Два Фомаса. Но зато есть раскид, есть киты. И, что самое главное, два ВП. FNX они то прокидывают, не то по нему попадают. Как бы там ни было, минус 59 ХП. А, он в друпруме, его-то прокинули, скорее всего. Да, но против друпрумы FNX играть умеет. Этого у него не отнять. Вот любопытная позиция у Тако. Liquid вновь действует довольно медленно. То есть, уже классическая для них расстановка. Трое под Б, двое ждут поджимов. Ну, а после небольшой паузы вся команда идет, ну, или по длину, или пытается фейковать. Опять неудачный Молотов в одной из предыдущих карт. Опять же, Ренни Гейтс против... Да, против Люминости Ренни Гейтс зафейлили. Эту позицию как раз из-за неудачного Молотова. Мы видим, сейчас могла бы быть похожая ситуация. Кусто так посматривает под левый угол, но... Да, он ждет, он ждет. Видимо, ну, как-то поняли, что не допросили Молотова. Так и один, и второй не допросили. А Кусто прям за правый специально вроде бы давал. Ну, в общем, странно, хотели бы сжечь, должны были вторым Молотом сжигать. Ну да, ну да. А так получилось один и второй в никуда, под одну и ту же точку. Очень странно. Но, конечно, если так и прочекают, будет только плюс. Так, мы видим, пытается словить тайминг, ждет флешку. 35 секунд. Два игрока начинают только сейчас заходить в яму. Такой сплит-пуш может получиться, конечно, вменяемый, но все должны действовать идеально. Выход на Фера. Фера прячется за вторым углом в миде. В это самое время Така и Фера все-таки погибают. Така, сидя до конца, все же отдался, не сделав ни одного кила. Это очень важно. Меньшинство Калдзера промахивается. Очень тяжелый для него был фраг. Однако со второй попыткой реабилитирует себя. Понимаю, что где-то находятся оппоненты. Как лоднокровно Калдзера переключается на пистолет, забирает. Лохи Поу, Ванитра в размен играет Фоллен. И это два в одного для Люминос. Пять секунд времени. Адрен понимает, что это без шансов. Пытается лишить бразильцев всех девайсов. Ну и все-таки даже АВП не подобрал. Что-то немного запаниковал почему-то под конец раунда Адрен. Но Калдзера, конечно, спас свою команду. И как, вот посмотри, была инфа, скорее всего, о том, что нитро красный. Да, возможно, еще и он по нему не заваншотил. Или там Тако дал расклад, что в упор очень сильно попал. Ну, выглядело все здорово. Ну, вряд ли так. Прямо открывался бы на фулового потенциального игрока с Юспом Калдзера. Но в любом случае это было впечатляюще. Вот 6-2. Знаешь, пока Люминосити не делают каких-то глупых мувов. В частности, вот Бай Максевена. У них раунды-то заходят. Прошлый раунд в два века они выиграли. Сейчас у них пусть один и пусть у трех фамос. Но если это тоже возьмут Люминосити, я не удивлюсь. Да, Ликвид не устанавливают бомбу. Это очень плохо для атаки. То есть экономика постоянно находится вот в таком подвешенном состоянии. Ну, правда, Фер ошибается. А тут два игрока, ну, сам полез, сам отдался. Фолл он увезет больше. Он перестреливает нитро. Его разводит, однако, Хико. Очень грамотно действует Спенсер. Мартин забирает Габриэля Толеда. При этом найдет ли в пристройке еще одного игрока находит, оставшись красным. Ну, вот Хико убивает. Команда Ликвид выглядит абсолютно иначе. Калдзера, конечно, хилпующий, но уже два в три. Калдзера неплохо. Бомба в пленте инфа есть. Далековато почему-то Тако все еще. Но выбивание здесь вряд ли, конечно, будет очень хорошим. Хотя выбора у Люминосити нет. У них не останется денег. И дальше придется, неужели, снова делать два эка Калдзера. Может забрать красного Хико. Неужели не смотрит? Неужели не посмотрит? На Спенсера смотрит все-таки. А вот так и перестрелять плент не получается. Калдзери везет больше на развороте. Однако он не доводит до Элайджа. Очень-очень далеко Элайдж находился в яме. Не успел халпануть Тако. Может просто дефить бомбу. Элайдж это понимает. Элайдж выходит на контакт. Там уже дефьюз. Не успеет. Не успеет. 7-2. Жесткий Элайдж. На волоске прям раунд. Если честно, несмотря на весь этот хайп, по-моему, конец все же был предсказуем. Не было там раскладов. Каким образом Элайдж дал бы раздефьюзить бомбу за 5 секунд времени? Затупил. Вспоминая Даст, когда на 5 секунд молотов достал куста. Вот если бы затупил. Как бы да. Но это единственный варик. При любом другом раскладе Элайдж здесь имел колоссальный перевес. Конечно же. У бразильца просто выбора не оставалось. Ему или дефьюзить бомбу, ну или просто проигрывать раунд 100%. Ну и мы видим опять у Люминосте нет денег. Первую половину Ликвид отожмут. И вот. Вот он. Хороший старт, который обеспечивает тебе первую половину. Не выпускают действительно бразильцев тут на какую-то комфортную экономическую составляющую. Американцы. Фера тут уже начекают. Нитро, конечно, просел, но минус получилось сделать. Хико не увидел? Это подарок может получиться. В виде калашика. Ну да. Самое главное вот здесь для FNX прицелиться и не зафейлить. Ай-яй-яй-яй. Слишком долго FNX целился. Да. Он решил не стрелять, чтобы наверняка как можно ближе подойти. Убить с этого Успа. Вот начало как-то вести, начала идти стрельба у Хико. Это уже 8-2. Скорее всего. Да, наверное, стоило стрелять сразу. Все-таки прицелиться в голову для игроков такого уровня небольшая проблема. Ну ладно. После драки не машут кулаками. Ну да, там такая ситуация спорная. Возможно, хотел именно ваншотом убить. Ай, да даже сделаю на этот минус. Ну какая разница? Калашик бы забрал. Ну забрал бы калашик. А что он без армора? Ну все, так у последней. Тут пока не ощутили Ликвид какой-то суперконкуренции. Довольно пассивные раунды приносят им свои плоды. Они контролируют все, что происходит на карте Декоблстоуну. И да, без размена, в принципе, доводят, значит, и до конца. 8-2. Люминосити. Тоже интересно, какое решение примут бразильцы. Ведь они, да, вот он повтор. Они могут или два ЭКО делать, или все же сейчас закупаться. Ну такой себе расклад, по-моему. Тут было понятно, что рано или поздно ХИКО повернется. Потому что у него роль была такая. Он-то как раз и должен был играть роль запирающего. Он и был на ваших экранах. Люминосити закупаются. Бай не очень хороший. Да, не дают играть в два АВП. Не дают тут, в принципе, как-то разгуляться с ЭМКами. Своим оппонентом Ликвид. Из-за этого целых два МАГ-7. UMP-шка для FNX. Ну и попытка сбора максимума информации. Фер поджал рукав. Еще один игрок под ямой. Тако. Вот не пойдет, наверное, дальше. Все-таки останется на дефолте с дробью. Зато он ждет. Ну вот здесь двумя МАГами уже может повезти. Давайте смотреть. Куста открывается. И какая хорошая реакция. Забирает так и FNX. Однако делает Энтри. Сможет ли Нитро зайти в спину? Начинает стрелять слишком рано. Странное решение. Стрелял вроде бы точно. Но сквозь стену. Из-за этого ни один патрон так и не достиг. Своей цели. Но, тем не менее, два в три. Ликвид в меньшинстве. И оба на платформе. Два молотовых в одну точку или нет? Там как-то любопытно все было. Не, молотов точно лег нормально, потому что Калдзеру это заставило менять позицию. Под это дело Адрен его и забрал. Изначально стоя в позиции на куб. Ну, то есть на внутреннюю его сторону. Теперь уже два в два. Ликвиды должны этот раунд забирать. Посмотри у Фолана Максэвен. У Фера 74 хп. Первые арморы. Фа-мас. Фа-мас. У Кусты АВП. Ну, Кусты почему-то идет на контакт, но хороший-хороший фазум. Фолан последний. Вот между двух огней оказались тут бразильцы. И арену не убили, и плен не законтролили, и подсадка не удалась. Ну, в общем, как-то перестало идти. Вот и пистолетку отдали, и куча эко. Эти волевухи не получались. Вот волевухи на Дасте обе зашли идеально. Тут нет. Ты знаешь, нужно учитывать несколько факторов, пока экономически можно об этом поговорить. Во-первых, в Luminosity сегодня три матча уже выиграли. Это хорошее начало. Во-вторых, за последнее время и аналитики об этом рассказывали, и мы еще скажем не раз. У них было, ну, прям куча чемпионатов, которые они выиграли. Они взяли DreamHack Masters, они взяли ESL Pro League, они взяли MLG. И все. Это за сколько? За месяц? За полтора? Да, за полтора месяца действительно Luminosity очень жестко вошли в мировой топ, причем на первую его строчку. Ну, сильнейшие. Перелеты, при том, что им постоянно приходится летать в Европу, обратно. Они по-прежнему показывают такой уровень игры. Ну, то есть, нет на самом-то деле сейчас коллектива, который мог бы стабильно на конкурентном уровне с Luminosity сражаться. Да, Fnatic, потеряв Olof, конечно, жестко сдали позиции. Ну, опять-таки ждем в их выступлении уже на E-League. Здесь очень-очень любопытная система, поэтому все команды смогут проявить себя. Follin. Сбор информации. Даже против FullEco Liquid особо-то не пушат. Дождались контакта по FnX, сделали минус, на чекали Follin. Да, они научены горьким опытом. Вот куда ты пойдешь пушить против Eko Luminosity, за который они так любят цепляться? Конечно, все лучше делать наверняка. Или ждать поджимов от Luminosity, или играть всем вместе. И пока это работает. Это работает, потому что Luminosity не взяли, наверное, ни одного Eko или Force. Да, да, так оно и есть. Причем довольно любопытный факт. У нас сегодня пока что к этой секунде времени все вторые карты в каждом матче были с разгромными счетами. Это 16-0, 16-2, сейчас уже 10-2. Вот почему-то на первую еще как-то более-менее команды настраиваются, а потом у кого-то перестает идти. Ну, вот, наверное, для Luminosity стоит вспомнить, первый же матч был очень сложным. Ну, первая карта, а ко второй 16-0. А ко второй, да, 16-0. Потом Liquid борется с клаудами на DICE, и ко второй 16-2. Или 16-4, в общем, вообще салат. Да. Кстати, тут некоторые спрашивают, что с Олафом случилось. Напомним, что у него травма кисти правой. Из-за этого он не может показывать хороший уровень игры. В частности, из-за этого, ну, Fnatic не могли показать хорошую игру в рамках MLG. Об этом писали. Годы идут, вопрос про Олафа остается неизменным. Ну, да, еще про Марика стоило бы спросить. Еще не в Na'Vi играют. О, он не снайпер больше, нет? Где ВП вообще? Ксения-то тащит команду все еще? Что там Старикс, пацаны? Ладно, три раунда до конца первой половины, наконец, у Luminosity. Есть, ну, хороший бай за последнее время. Да, без Фамаса. Ну, конечно, фолл он без армора, но лучше, чем все предыдущее. Для Luminosity ликви делают, ну, не сказать, что одно и то же, но начало очень консервативное, очень холдовое практически во всех раундах, если вообще не во всех. Фолл он, ну, вот дожидаются игроки друг друга, но опять-таки Куста навряд ли или будет, ну, выползать на прицел-то. Не дождался Фолл он! Ну, плохой, плохой тайминг. И посмотри, Куста-то тоже открывался, будучи без позиции в снайперском прицеле. Секунды не хватило. Уже все это на Гасква, Сикс Рей, уже все оно на прицеле, но нет. Разошлись с миром снайперам, бей их команды. Ну, бывает. Самое главное, что, наверное, никто пока не пострадал. Для ликви это в первую очередь огромное преимущество, ведь пушить нужно именно им. Они, как мы видим, избирают точку Б для своего выхода. Ну, что же, Luminosity контрить не очень-то тут настроено, у них только две флешки. Опять-таки будет попытка игры на позицию. FNX дропрум увидел одного, опа, увидел второго, а это снайпер. Кул-то! Вот это действительно был впечатляющий фраг. Калач при этом должен забирать таков в спину, но так и хорошая стрельба. Правда, после этого он даже не думал, что с лонга его могут сплитовать. В общем, странное откровенное решение. Наверное, он играл по инфе, ему ждал, по-моему, FNX, что двое в дропруме находятся. Он ждал второго, да. Да, он ждал просто второго и забил уже просто на лонг, понимая, что он ничего там сделать не сможет. Слишком мало хп у него осталось. Liquid отлично реализовали свой entry kill, моментально заняли ключевые позиции. И вроде бы Luminosity оставались вдвоем на B, но этот перекрестный огонь вообще без шансов их там оставил. 4-10, Follum, непривычная для него позиция на последнем месте. Редко он добирался до снайперской винтовки, да и, в принципе, не давали ему пространства американцы. Ну и сейчас, как мы видим, как только вот добрался, вынужден играть без армора. Ну, это не то, что прям критично, но сам факт показательный. 11-й раунд берут Liquid, и это еще не предел. Да, есть, есть еще куда стремиться американцам. Появляются все шире и шире улыбки, которые давно, казалось бы, пропали с лиц команды Liquid. Ну и на счете 11-2. Luminosity должны показывать то же, что Liquid на Dusty. То есть брать последние два, выходить на 11-4. Хотя бы. Знаешь, вот уже вроде как половина второго, да. Знаешь, что меня сейчас вот так вот, ну не то, что пугает, а настораживает больше всего. Ведь это Luminosity. Мы сидим, говорим о том, что Liquid, молодцы, все дела. Но Luminosity-то, как никто иной, могут против Liquid давать камбэки. Да, последний мейджор яркое подтверждение на двух картах. Разрыв на двух картах, феноменальный камбэк. Но опять-таки там был мейджор, там все на кону. А тут это супергруппа, из которой ты уже вышел. Да, ведь уже три матча подряд Luminosity взяли. Ну, наверное, как раз-таки это вот одна из единственных слабостей Luminosity в том, что неважные матчи, они, ну не то, что прям не выкладываются. Они-то выкладываются, но не на полную. Вспомнить тот же Intel Extreme Masters, Котовица, когда они играли с Нипами, помнишь, на Мираже. Этот матч уже ничего для Нипом не решал. Лuminosity выходили из группы и проиграли. Сколько вообще там 6% было на Luminosity, точнее против них 9%. Эти матчи вообще без шансов они могут отдать. Даже там Т3 американской команде какой-то. Ну, то есть Luminosity в нужный момент собираются. И вот сегодня весь нужный момент для них, в принципе, уже прошел на первых трех картах. Ну да, теперь... Разве что FNX поставит точку. Какой-то дождь из трупов был непонятный, и все решили прыгнуть. Ну, одного бомбкерри выпустили. Элайдж на морозе, минус один, Куста, даблкилл. Вот это да, перекрестный огонь. Ну, Куста спас Элайджа. И теперь, опять же, выбора у Luminosity особенно нет. Наверное, нужно убивать хоть и в меньшинстве. Ищет возможность так и сделать свой килл. Понимает, что в загоне кто-то есть. Понимает, что на пленте второй. А вот где же третий находится в этом? Самое большое... Ну, самый большой вопрос. Мы видим, Калзера смотрит в верном направлении. Они уже даже догадываются о позициях, потому что Liquid их особенно не меняют. То есть это плент, это ситуация за деревяшкой и плент, точнее яма. Ну, опять-таки, идти было слишком самоубийственно. Вновь сейвят АВП. Не очень-то оно помогает, но хотя бы будет снайперская винтовка на пятнадцатом. Эх, давай пока посмотрим коэффициенты на последний матч сегодня. Мне же интересно стало. Я не думаю, что на Liquid что-то было очень впечатляющее. 14% в Алкс Го Лаунж. То, о чем мы говорили, там меньше двадцаточки, меньше пятнадцати может и зайти. То есть очень сильно нужно присматриваться к матчу. То есть какая-то лига, к чему вообще идет там дело у Люминосити. Прошли они или наоборот это матч за выход. Ну, в принципе, все решает. Но все-таки лан-финал, все-таки Liquid. Ну, вот казалось бы, там такая уже минус мораль, но нет. Взяли пистолетку, взяли первый девайс, но и заиграл Хико, что очень важно. И 12-2. Ну, вот ты знаешь, многие говорят там про мораль, не мораль. Но мы видим, что в Люминосити не показывают своего максимума. Liquid изначально были в большинстве там со счетом 6-1, взяв пистолетку. И пару очень важных для экономики Люминосити девайсных раундов. Ну, здесь как бы мораль, наверное, отходит на второй план. Смотрим. Хико. Вот опять уже в который раз ФНХу не дают играть против Друпрума. Как-то не получается у него контрить эту позицию. Ну, да, лишь в прошлом раунде, когда два игрока прям откровенно прыгали, он сделал минуса. Один раз. Да, ну, до этого он там и с магом пытался, и с одной стороны, и с другой стороны. Действительно, не все пока что получается у ФНХа. Но вот Хико зачастую все-таки делает. Об инфраге стоит отметить не очень активную игру Фоллона на Дасте. Он прям бегал, искал постоянно минуса. По крайней мере, на старте. Тут он вот, ну, вот эта тень выползающая, ну, слишком просто. Ну, если бы он такой килл не сделал, я не знаю, чтобы уже было в чате и вообще. Ну, а 4 в 4, да. Очень тяжело, выиграв на самом-то деле. Три вот матча. В четвертом тоже как-то выкладываться на максимум. Ну, Калдзери везет, он перестреливает Хико. Большинство за люминойсти, Ликвид. Ну, понимают, что 13-й раунд очень хорошо и сладко было бы взять. 12-3 все же, ну, такой своеобразный дефолтный счет. Да, там, конечно, все решит пистолетка. Ну, как мы видим, тут встречают. Ликвид до этого выходили под четкие раскидки. А тут один в яме отдался, один в дроп-руме. После этого только раскид. Ну, так, доиграли уже этот раунд Ликвид. Ну, люминосити спокойно на стрельбе приняли. Последний раунд как-то просто отдали Ликвид и могли бы... Да, они так терпели вообще всю половину. А тут отдались, отдались. Какие-то два смока вышли, умерли. А берешь 13-й раунд, выигрываешь пистолетку и считают тебе матч в кармане. Поленились немного. Не хватило вот какого-то суперхарактера дожать половину. Но в итоге все еще реально для люминосити, если возьму пистолетный. Ох, ну пока повтор лучших моментов. И ох, ну эмоциональный нож это то, что нельзя было не повторить. Хика, красавчик. Вот он заводит толпу, даже когда не играет, он умеет заводить своим, не знаю, какой-то харизмой. Да, очень такой позитивный парень, который неоднократно проявлял себя в качестве, наверное, самого жесткого клачера люминосити, если не вообще всей Северной Америки. Ну и вот даже умудрился зарезать одного из бразильцев на карте Коблстоун. Еще раз подчеркнем, что это уже второй нож по бразильцам в рамках сегодняшнего игрового дня. Ну что, Федор, твои прогнозы на вторую половину? Ну я бы сказал 16-8, вот так вот. Поборются, поборются, возьмут, наверное, или пистолетку, или первый девайсный. Но все-таки Ликвид проигрывает 0-4 на своем домашнем турнире, ну было бы слишком грязно. То есть для люминосити это не домашний турнир? Ну люминосити, они все-таки из Южной Америки. Ну буткемпятся все же в Штатах, как-то же пытаются и сколько североамериканских чемпионатов играют. Но в камбэк ты не веришь? Да, ну в камбэк будет, но такой минимальный. Все-таки не думаю, что прям уж 10 подряд возьмут. Вы же в чате тоже пишите свои прогнозы на вторую половину. Верите вы в камбэк от люминосити или нет? А ты? А я? Вопрос задал, а сам срезался такой. Беспроигрышная позиция для Ленина. Ну нет, все же три матча не взяли в четвертом. Если, конечно, Ликвиды будут сказочно тупить, что в защите, ну очень тяжело. Подожди, Ликвиды сейчас в защите будут? Да-да, поменяются, поменяются, правильно. Ты так посмотрел, я думаю, что неужели что-то не так сказал. Сверлю взглядом все. Да. Пол второго ночи. Хотел посмотреть Нипов на ИЦС. Не вышло, не вышло, друзья. Ну, наверное, про ИЦС стоит сказать, что матчи эти будут показаны уже завтра. Да, в час по московскому, киевскому времени. Приходите, я так думаю, на Старладер. А нет, на ИЦС, на ИЦС. На ИЦС РУ. На ИЦС РУ, друзья, да, врывайтесь. Сегодня немножко сместили эти матчи. Не захотели, видимо, врываться одновременно с ИЛИГой. Но, да ладно, ИЛИГа все-таки стартовала. Опять-таки у нас сегодня три поединка. Все сыграны Best of 2. То есть абсолютно все шесть карт в прямом эфире, с повторами, с этой бешеной сценой. Не знаю, все ли вы заметили, но она прям очень четкая. Ну, в целом, вся студия и комментаторы привезли, между прочим, и Андерса, и Сэмблера, всех топовых англоязычных комментаторов туда. Мне почему-то казалось, что они как-то попытаются вот в Америке своих собственных найти. Продвигать. Но нет. Между прочим, ходили фоточки. Очень интересная система. Каждому игроку дали карточку на 300 долларов. Чтобы он мог тратить просто деньги. Это ли не праздник? Это ли не радость? Когда приезжаешь на турнир, а тебе дают карточку на 300 долларов, еще и 30 тысяч даже за последнее место. Вот ты просто приехал. Ты молодец. Ты играешь в КС, получаешь бонус. Да, и при этом вот про Ренегейтс уже рассказывали. Они просто получили инвайт. Вот все, что они сделали. Ладно, пистолетка второй половины ключевая для команды Luminosity. Возьмут ее, смогут дать камбэк. Ну, с высокой долей вероятности. Смотрим, как же они отыграют эту пистолетку в атаке. Пока открывается ФР. Очень хорошие боншоты вместе с ФНХ. Коннектор тоже находит полным прострелом. Забирает кусту. Сейчас бы отпустить дропрум и всем за камень спрятаться. Отличный просто раунд. Liquid вроде бы ждали этого выхода. И оба за камнем. И что-то изи. Непонятно. Сыграли кони в этом раунде. Диадрен отчаянное сопротивление. Но больше одного минуса сделать не получилось. Вот она, заготовленная пистолетка с плитом. Вывалится на B. Ну и откровенно скажем, неудачно. Liquid заняли позиции под такой раунд. Никто-то и в дропе никто не встречал. И никто на пленте уже не встречал. Вроде бы двое за камнем. Один в курятнике. Но этот в курятнике последний. В общем, нереально. Что-то продемонстрировали нам Liquid. Задумочка себя не оправдала. Кстати, о инвайтах. Опять-таки, вместо Тайлу позовут еще одну Кахаманду. Которая недавно лишилась пятого. Selfless. Они просто вчетвером им дали инвайт. Там у всех бомбит. Почему не Tempo Storm позвали? В общем, там драма разворачивается серьезно. А, опять Tempo Storm не позвали? Там уже в Твиттере Багдад просто у всех. Ну, вот, наверное, пока... Ну, ладно, после этого экономического стоит рассказать об этой истории. Хотя и так уже все понятно. Здесь ничего не будет. Бомба на B установлена. Три игрока Liquid мертвы. Началось все с ЕЦС. Когда, заинвайтив там команду Годсен, всяких Тим Суламид и так далее. Да, американских Тим Суламид. А, нет, нет, Годсен как раз не заинвайтили. Это тоже была отдельная история, да. Но заинвайтив всякие вот Тир-2, Тир-3 американские команды. Это уровень, как вы понимаете, не очень впечатляющий. Tempo Storm инвайта на ЕЦС не получили. Фоллан был очень расстроен и писал об этом. Пронакс тоже писал, что пытался с ЕЦС связаться, но так вот их не заинвайтили. И та же самая история. Да, та же самая история с Елик. При том, что Tempo Storm недавно выиграли какой-то лан. Да, они выиграли Цево. Точно. Да, же Финити и Сево они же выиграли. При этом очень хорошую игру они там показали. Да и вообще это бразильцы, которые имеют перспективу не намного хуже, чем их вот старшие братья Люминосити. И при этом инвайты на крупные чемпионаты они по каким-то неведомым причинам не получают. Там какой-то злостный ненавистник. Tempo Storm сидит в рядах американцев и просто не выпускает. При этом зовут Selfless, который 4 плюс 1. От них вообще ушел пятый игрок. Наверное, сейчас жалеет. Не ушел бы Uber, сидел бы сейчас на Элиге. Но да ладно, пока что Люминосити начинают камбэк. Продавили, кстати, в первом и во втором раунде Drop Room и дождались ответной подсадки от Куста. Которую реализовал Куста. Да, как ты верно сподметил. У Хика получилось сделать минус. При этом Илаич забрал еще и Колзера. Полный Экат Ликвид реально может быть взят этой американской командой. Посмотрим, как сыграет звеной FNX плюс Fallen. Как же не идет. Как МП пытался, пытался вызывать FNX. Ничего не получилось. Fallen 12. Вот с этими подсадками Ликвид очень хорошо угадали. Да, при том, что бомба потерян на лонге. Fallen может рассчитывать только на индивидуальную игру. Как ему везет. Как он до сих пор живет. Делает три минуса. Понимает, что где-то находится еще один сапер. Ай-яй-яй-яй. Два красных. Боже, Fallen, неужели? Хватит ваншота и по тому, и по другому. Открытие. Fallen нет. Промакивается. Берет в руки МП-7. И тут вот включается Элайдж. Боже, nice try. Fallen 3 кила делает. Двух красными. Очень жесткий. Очень жесткий Fallen. При этом он берет МП-7. Там нет патронов. В ЦЗ нет патронов. Начинает менять магазин. Ну, тут почти дотащил. Вот знаешь, что для меня всегда оставалось загадкой. А где бразильцы были раньше? Где они были до Котовицы 15-го? Почему их не было видно? Ну, возможно... Того самого Fallen, который в 1 на 6 играл, и все его знают, все знают, что он жесткий олдскул, до Котовицы 15-го в Европе вообще нигде не мелькал. На американской сцене. Ну, они как бы вроде где-то были, но сказать, что прямо что-то супер впечатляющее показывали нет. И вот она, пожалуйста, лучшая команда с лучшими игроками планеты. Как? Так, бразильское чудо произошло в мире CS GO. Будем надеяться, наконец-то подтянутся еще и китайцы. У Тайлу куча инвайтов, куча турниров уже ждут врыва этого региона. Нет виз. Ну, ладно, да. Здесь меня немножко занесло. Так вот прям хвалил бразильцев. Так и не сказали лишний раз, что Ликвид-то эко свой потащили. Они просто встали, чтобы проиграть раунд. Они подсадили Кусто, он убил. Хико встретил первого, подсадили еще одного на камень. Точнее, на квадрат, на куб. И все вышло. Красавчики, Ликвид, 13-5. Ну, вот, Люминосити, тем не менее, позволили себе закуп с ОВП. Причем дали его Ферру с 8 ХП сейчас. Не совсем понял, зачем. Ну, он был, наверное, изначально с этим Айвиком. Просто его надомашили. Он отдал его Фолану, а Фолан вернул ему назад. А, ну тогда... Не, ну, тоже как бы логично. Все-таки для снайпера не так критично. Ну, красный или не красный, как для Рифлера. Ну, наверное, это выглядит логичным решением с точки зрения Люминосити. Да и в целом этот раунд для них, наверное, последний шанс. Денег дальше не будет. Поэтому... Ну, что, врыв под Б. Хико встречает. При этом нашли ФНС. Я только хотел сказать, уже с А игрок в спину идет. Но Куста делает опенфраг Элайдж. Что же, дожали все-таки Элайджа. Два в три. 15 секунд. Да, опять интересные позиции. Нестандартные под точкой Б. Калдзера, правда, проперся. Забрал сразу Нитро вместе с Адреном. Боже мой, на ровном месте Калдзера вырубает основной костяк команды своего соперника. И теперь уже Куста остается один. Если вырубит Калдзера, шансы против Фера у него хорошие. Калдзера он вырубает. Понимаю, что последний где-то на лонге. И вот он Фер Савик. Вот ТВП дропнули, вытащили Люминосити. И при этом американцы за буквально-таки 15 секунд до конца раунда настолько хотели не дать поставить бомбу, что просто бежали и напоролись на одного соперника. И вот отметим, какое дальновидное решение Фер с шестеркой ХП получил. Айвик. Да, в начале раунда в самом. Ну да, да, когда остался красным. Ну ребята просто поняли, что как Рифлер он будет бесполезным. Он же умрет, он в хедзапах будет. И вот представим на секунду, что сейчас в этом хедзапе он был там с калашом в руках. Получилось бы, наверное, не так впечатляюще. Да, четкое принятие решений Люминосити. Они вот каким-то чудом вытаскивают этот, казалось бы, проигранный раунд. А вот Ликвид пытаются делать форс. Любопытно. Фулэка вытащили. Теперь Куста без армора. У Нитро просто скаут. Элайджи единственный более-менее с оптимальной закупкой. Слушай, ну на скребли по сусекам и навик хватило. И на сайленсер с армором и гранатами. На скаут у Нитро. Нитро, кстати, со скаутом тоже без армора играет. Два пистолета мы видим у Ликвид. Но может, может сработать, если опять-таки коням повезет. Мы видим пока с позициями они угадывают верно. Да, не очень, конечно, хорошо, что Куста с АВП очень далеко. Но в целом Ликвид ждут, ждут выхода под Б-Плент. В этом раунде опять-таки ЦЗшка на минимальной дистанции. Есть М-ка с армором. Ну а Дренчик уже просел по ГП. Но 5-7 и две флешки могут ему тут помочь. Так, так, эвакуируется. 50 секунд. Медленно атакует. Вот прям супер медленно. Ну, мы видим, Фоллан открывается первый, замечает игрока за Стеллой. Промахивается дважды. Ферр дает все же энтри фраг. И вот здесь так и по инфе своего тиммейта должен включаться Стеллу наставляет красный. Курятник по-прежнему не палился. Обратим внимание, это очень важно. ФНХ забирает нитро. Куста реализует АВП, но только один минус. ФНХ забирает Элайджа. Ну и Хика один в четыре. Конечно же, ничего сделать уже не сможет. 13-7. Фоллан, стоит отметить, прощекал Курятник. Понимал, что информации по этой точке вообще никакой нету. И все-таки Адрену не дал выйти. Кстати, и на первой пистолетке, и вот на этом форсбайе, Курятник играет последнему. Ликвид, возможно, это вот такая задумка у них. То есть все умирают, и Курятник там спину дотаскивает. Хотя, ну там уже один в четыре, СЗшка Хику, конечно, не спас бы. Ну, мог бы потенциально, да, если бы его тиммейты сделали побольше киллов. Да, да, один в два там еще как-то. Ну, то есть это неплохое решение. Просто не против такой команды, как Люминосити. О, видели мы уже такой раунд. О, вот это, да, та самая польская задумка от Virtus.pro. Показывали неподобное против Na'Vi. Там Эдвард, по-моему, выходил из ямы, получил моментально дозу адреналина. Но вот тут Фоллан не пойдет, конечно, с ЭВП. Настолько глубоко, и, скорее всего, это бесплатный выход под базу B для Люминосити. Говорили мы о камбэке, он, судя по всему, будет. Уже в 50-й раз Люминосити, не боясь укреплений, выходят на B прямо линейно. Они вообще хоть один раунд по-дар разыгрывали на полмника? По-моему, нет. По крайней мере, да, да, ни разу, ни разу не было. Скорее всего, посмотрели на Hellraiser 15 раундов A, решили делать 15 раундов B. Да, может так. Но пока мы видим, это работает. Даже если натыкаются на укрепления, при этом на форсбая соперника Люминосити, тем не менее, разруливают подобные ситуации в свою позицию. Как Call Zero вообще его убил прострелом сейчас? То ли услышал, то ли непонятно, как это произошло. Мы-то на X-Ray все видели прекрасно, а Call Zero забожил. Навряд ли нам покажут этот момент, но выглядело это здорово. Хико и компания, ну, кстати, похожий мы раунд видели от Люминосити. Тогда они там чуть ли не в башню убежали всей командой на сейв. Ну вот как сейчас так и не разменяли, я не представляю. Забирают одного на развороте второго, только Элач устанавливает его хэдшотом с Юспану. Какой это-то ватолки, если фаер на страже. Но один минус лучше, чем ничего. В любом случае еще и у Нитро есть хоть какие-то возможности. Ведь вполне возможно, что именно сюда под ноль, под т-спаун Люминосити пойдут сейвить. Ну, пока стоят бразильцы, бомба уже вот-вот должна детонировать. Нитро вообще пошел на охоту, пытается кого-то вычислить. Мы видим в районе Змейки, в районе Дропрума, но тут абсолютно никого не находит. Это, в принципе, уже 13.8. И теперь уже разрыв, согласись, не выглядит столь подручающим для Люминосити в первую очередь. Вот тот самый камбэк. И при этом я не знаю, как можно в любой ситуации сохранять такое хладнокровие и постоянно играть в свой КС. Опять же, напоминает Фнатик, но Фнатик в свои лучшие месяцы, в свое лучшее время, они-то вообще как роботы были. Люминосити роботами назвать нельзя. Постоянно что-то интересное, какие-то креативные действия и при этом постоянное четкое хладнокровие. Понимая, что из любой ситуации, пока ты не проиграл, ты можешь вырваться. Да, у Люминосити очень такое своеобразное отношение к КСу, ко всему происходящему на сцене. И, как мы видим, помогает такой подход к игре весьма серьезно. Просто красавчики. Правда, сейчас в дуге это работает, как дуга была укреплена. Два трупа американских в итоге валяются там. Пусть энтрифраг и был сделан конями, но какой-то это ватолк 4 в 3 и оборона точки опрорван. Все на сейв. Они уходят на сейв, понимая, что это уже без шансов, что Люминосити остановить будет крайне тяжело. Вроде бы перекрестный огонь, энтрикилл, флешка. Все было на стороне Ликвид, но почему-то после опенфрага от Хико, Куста, не то чтобы разменяться не смог. Он вообще ничего не сделал. Ну да, и в итоге умер и он, и его тиммейт. Минус этот ничего особенного не дал. Пока вот статистика на ваших экранах Калдзера. Мы видим топ-фрагер 19-14. Ну, вообще, я не удивлюсь, если он войдет в тройку лучших игроков в 16-м году по версии Ашел ТВ. Ну, до конца года еще очень долго. Тут надо сохранить, конечно. Ну, надо сохранить, но кто-то из бразильцев в тройку точно должен попасть. Ну, кто-то, да, кто-то, безусловно. Опять-таки, просто столько еще мейджоров впереди, столько всяких элик и так далее на повестке дня, что нужно очень хорошо все время играть. Вот FNX на прошлых картах, там топчик, КД-3, я помню, у него было. Сейчас 8-16. То есть нестабильный, и попасть будет ему сложновастенько. Главное, что Калдзера стабильный. Калдзера, да, он такой. Вот у Калдзера этого не отнять, он большинство своих матчей, процентов, наверное, 80 отыгрывает в плюс. В плюс. Это очень важно. Да, причем для тех, кто любит суперстатистику на Хел ТВ, там добавили недавно очень клевую штуку. Прям можно каждый матч каждого игрока смотреть, вот как он играл все игры. На любой карте, против любой команды, там эти таблицы, просто космос. Да, не всегда вот так просто разобраться, как эти таблицы открыть. Настолько их много, дело в этом, друзья. Матрица убийств какая-то невероятная, кто кого контрит в конкретной перестрелке, на конкретной карте. Шестиугольник сил, по аналогии с Дотой, да, вот такой. Ладно, что там у нас, очень важный раунд для Ликвид. Мы видим, что они играют у трех заседленных двайс, а, кстати, остальные от этого решили не закупаться. Это нестандартное решение, посмотрим, сработает или нет. Не даются играть Нитро, Хико везет больше. В размен играет Элайдж, хоронит сразу двоих, понимая, что третий в спине. Ситуация равная 2 в 2. Неужели смогут Ликвид за это зацепиться? Нет, Ферни оставляет Элайджу шансов, Куста без девайса и армора. Как-то прям глубоко хотел уходить Элайдж, чуть ли аж не до камня эвакуироваться. В итоге в полупозиции. Его срезали, я думал, будет все-таки от фонтана. Отталкиваться Элайдж, но Люминосити очень быстро скоординировали. И все остались 2 в 1. Инфы, конечно, нет, но Куста тут не очень-то опасен. С пистолетом без армора. Его даже 2 хэдшота не спасут, если честно. Он не сможет дать ваншот. Более того, Люминосити, понимая, что соперник где-то под бета должен находиться. Где-то обходил, где-то он обходил по-любому. Уходят все-таки в пустой Аплэнд. И заметь, уходит только один. Второй стоит и ждет. Ну, вот максимально грамотно использовать для себя Люминосити. Разыгрывают абсолютно любой момент. И это, конечно же, приносит результаты. Фоллэн. Уже с уставшим видом. Я думаю, по нему это заметно. Да, все-таки довольно продолжительный игровой день. Тем более для Люминосити они отыграли первые 2 карты. Потом 2 карты отдыхали, ждали. И вот еще одни 2 карты. Тем более, когда вот такой камбэк еще нужно осуществлять. Но парни не сдаются. Под безграничным уважением, конечно, пользуются Люминосити. У меня лично, я не знаю даже что. Какие-то даже эмоции. Как в любой ситуации. При том, что с Ренегейтс они показали не очень хорошую атаку. Мы это уже подмечали. Сейчас такой камбэк давать против Ликвид. Которые это 12-3 первую половину закончили, играя в атаке. Чего возьми. Локти кусаю. Надо было 13-й по-любому. По одному не умирать. Еще пока имея 3 раунда преимущества, берут Ликвид и тайм-аут. Ну, очень хорошее на самом деле своевременное решение. Но вот поможет оно им или нет, это уже другой вопрос. Видно, что могут, а не получаются. Да, преимущество тает. Вроде бы позиции хорошие, какие-то идеи есть на раунд. Но вновь как-то получается это делать в Люминосити. Они удивляют и соперников, и всех зрителей. Эти камбэки бразильские. Ой-ой-ой. Наверное, надолго запомнились всем зрителям. Особенно вот в дерби, Люминосити, Ликвид, камбэки очень крутые. Опять же, если посмотреть в глобальном масштабе, начиная с 2012 года, вот всего лишь три команды вместе с Люминосити, могу вспомнить, которые так бы играли. Это НИП в свое лучшее время, это Фнатик, и вот это как раз Люминосити. Но нет такой другой стабильной команды. И никогда не было в истории CSGO. Очень жесткие бразильцы действительно заслужили место с такими легендами киберспорта. Ну вот какое-то время еще Энви, но они прям не очень долго были в супертопе. Ну нет, я бы даже не сказал, что они прям вот как-то жестко умели из любой ситуации выходить победителями. У них или сразу что... Они просто выиграли несколько чемпов подряд, и все. Ну даже какие вот вспомнить чемпы подряд. Когда они взяли DreamHack в 2014, после этого MLG, так потом тоже посыпались. Все, это было, по-моему, два чемпа буквально. Потом состав сменили тоже. Ну, в общем, с Энви странная история. Я бы их, ну вот, в один ряд с Люминосити не ставил бы никак. Мы видим, там уже торопят, торопят тренера, команды Liquid показывают. Братан, давай. Хотя вроде бы мне вот Петрик говорил перед началом, что на паузу целых 10 минут дают. Ну, видимо, это... А кто-то вот говорил, что и две паузы можно брать. И при этом админ подходит, давай, давай, давай. Дело в том, что телевизионный формат — это не интернет. В интернете ты можешь, ну, вот сколько угодно транслировать, никому до этого толку не будет. У тебя канал для этого создан. Там все же центральный телевидение, центральный телеканал и, ну, все же, более сжатые рамки. Я думаю, это одна из основных причин, почему киберспорт на телеке пока недостаточно развит. Все же, ну, каждый чемпионат, наверное, проходит с задержками. Да, тем более, ну, вот, может игра 16-0 быть, а может, пацаны, 3 часа 10 допов играют. В футболе 90 минут, там плюс-минус 5, все понятно. Ну, да ладно, давайте смотреть дальше, что же придумали. Ликвид, пауза. Кстати, по опыту сегодняшнего дня им не очень помогало. Сколько ставили, столько вообще ничего не получалось. Возможно, на этой карте, наконец-то, будет она более продуктивна. Хотелось бы этого болельщикам Ликвид и Лайдж. Все возможное для этого делает, перестреливает Калдзера на лонге, если я не ошибаюсь. Да, ну, тут Фолана, конечно, запустили, но на контакт к нему не торопятся. Тут же Тако. Уже под правым углом. Кстати, начекали уже рукав. Куста и компания возвращаются в Бена. Успеют или нет? Успеют. Какая хаешка от Нитро, ты посмотри. Он просто прокидывает двух красных игроков. Адрен принимает десантирующегося на дропрум Фера ФНХ 1 в 4. Вот он результат таймаута. Прошлые тактические полностью с тобой, соглашусь, были бесполезны для Ликвид. Но вот это вроде как благо удачное. Не подпустили люминосити карки. Не дали контролировать длину бразильцам. И, как мы видим, это очень здорово сыграло на руку Ликвид. Нитро, фулл ХП. Действительно, это хаешка судьбы. Просто была для американцев. Куста, стянувшись на хилпу с другого плента, поставил точку в раунде. Ну и помаленечку приближаются к 16 и Ликвид. А знаешь, что интересно? Где-то на заднем фоне мы вот слышим крики. Но, очевидно, не от самих игроков. Значит, болельщики какие-то все же есть. Да-да, показывали зал. Вот очень такая интересная. Действительно, похоже на телевизионную. Не очень-то много людей. Но, тем не менее, это, наверное, самые такие ярые поклонники, которые создают шум. Дай боже. Ну или просто массовка, как в лотереях. Знаешь, там просто сидят люди. Ну, ладно, шутки. Все это, конечно. 14-10. Два АВП берут Ликвид. Принимают именно такое решение. И подстать этому. Ну, Луминосити пытаются быстро отыграть. Пуш, точки, Б. Два и три фрага, однако, делают Ликвиды даже. Третий после размены дает Адрен. 4 в 2. Боже, Луминосити, неужели настолько поплыли после таймаута своего соперника? Ну, просто пуш, Б делать. Просто Нави, год сент. То же самое было. Пацаны потеют до последнего. Последний раунд. 5-Б. Вот тут камбэк, камбэк, камбэк. Вроде бы 14-10. Есть деньги. 5-Б. Да, все же Луминосити тоже люди. Но вот разве что индивидуально. Опять-таки, пропрется Ферр. Ведь он дает уже второй фраг. Оставшись красным, всего лишь 5 хп. Тем не менее, играет со своим тиммейтом, у которого соточка. Это критически важно. Да, ФНХ не растерялся спокойненько через всю карту с бомбой. Занял уже плент. Ферр еще может удивить оппонента. Остается действительно в довольно непредсказуемой точке. На контакт, несмотря на 4 хп. Ну, и вот у Смаком должны отрезать. Да, вот он дым. Ну, такой дым, он и в него зайдет. И при этом, да, сами-то американцы в дым не лезут. Балкон ждал, ФНХ перестрелял. Хика, теперь уже Адрен остается 1-2. В принципе, шансы на класть очень хорошие. В дыму-то все это время сидит Ферр. Ну, тогда все будет сложно. Хотя одного забирает, важно найти второго. Ферр при этом, посмотри, не рискует лишний раз. Он ждет дефьюза бомбы. Он понимает, что инфы вообще по нему нет никакой. Адрен фейк. А сейчас увидел, что не дефьюзит. Прячется. Как он его нашел? Как Адрен здорово играет. Не успеет, по-моему. Да. Но, Найстрай. Найстрай в любом случае, как нашел, я тебе скажу. Он понимал, что... Других вариков нет, да? Да, что других вариков нет. То есть, если ты даешь фейк по дефьюзу на таких таймингах, соперник думает, что это все, это дефьюз, и поэтому идет пушить. Просто немножко не хватило времени. Опять же, слишком долго он искал Ферра. Два в четыре оставались бразильцы. Что сделал Ферр? Убрал кусту, смог сквозь двери, закрыл второго и ФНХ заплентил. Тут уже все, операторы сошли с ума. На Дасте был очень похожий момент. Там тоже два в четыре бразильцы потащили один из раундов. И вот вы представляете, какой это удар для Лики в первую очередь? Ведь они приняли такой пуш, казалось бы... Да, уже все, 15-10, пацаны. Все нормально, у нас пять матч-поинтов. Да, а тут эти ненормальные бразильцы берут удача два в четыре. И ничего ты не можешь с этим поделать. Причем так обидно, там секунды полторы не хватило, чтобы выиграть раунд американцу. Ну и вот теперь с пистолетами в руках, отдав последнюю хаешку на арку, остается Ликвид в надежде, что тут ошибутся Люминосити и как-то отдадутся под Б-плентом. Ну, Люминосити должны как раз в первую очередь ждать укрепления на Б. Другое дело, что Ликвиды решили поджимать. Это, как мы видим, не работает. Колзер, Атака, Фоллен принимают поджимающих игроков Ликвид. Да, поджим был хорош сразу после паузы, он действительно сработал. Ну, как мы видим, тут Хико, ну, показывая зубки. Ай, ну вот не забрал, так, знаешь, сделал два потрясающих минуса. Там лоу ХП выходит. И ты вот даешь два выстрела, ему в туловище, казалось бы, а пули летят мимо. Не засчитала. Тем не менее, Хико все-таки немного потрепал бразильцев, поднял тиммейта в моральный настрой. По-прежнему впереди Ликвид. 14-12, есть девайсный, но это вновь раунд за два. С АВП, конечно. Да, с АВП играет Фоллен уже в который раз. Теперь, правда, на миде. Интересно, будет ему кто-то противостоять, где там Кусты играет. Ну, вот Кусты вроде тоже контролит мид, но сам туда жать не идет. Хико может повезти больше, если бы кто-то мог накинуть ему флешку под эту флешку. Он открылся бы как царь. Ну, вот так на морозе открываться не стоило. Как он живет? Ну, да, вот пожил, еще и надамажил ФНХ, а ФЕРа надамажил на минус 48 хп, но не хватило второго за спиной. Или хотя бы флешки. Ну, в принципе, дэмэджа наделал очень много. Несмотря на то, что люминосити в большинстве рисковать уже ФЕР и ФНХ тут не будут. Холлен ищет яму. В яме никого, кстати, 2 плюс 2 стали Ликвид, довольно пассивно закрывшись по плентам. При этом отдавая яму, практически вот Куста пытается собрать инфу сейчас. Да вот знаешь, я думаю, дамага нанес, но лучше, чтобы жив остался, если честно. Потому что вот так, знаешь, как пойти отдаться, двух надамаживая пацаны инфу собрал. А при этом обидно, что именно Хико погиб, потому что он является фраг-лидером у Ликвид. Действительно, на карте Кобблстоун Хико прется. Но есть еще Куста со своей снайперской винтовкой, хотя вот он что-то не угадывает, как мы видим, с перетяжкой. Вообще отдают аплент. И вот непонятно, с чем это было связано. Вроде Така стоял на раскидках, да, ну должен был там какие-то фейки давать, но чтобы на фейк от одинокого игрока вся команда Ликвид велась, это странно. Просто можно оставаться сейвить, наверное, в этом раунде. А так и будет, а так и будет, потому что дальше, как ты отметил ранее, у Ликвид не будет денег, и какой здесь смысл идти и пытаться что-то выбить, ну не ясно. В общем, я думаю, Ликвид и сами сделали на это ставку, то есть они либо с девайсами укрепляются на B и принимают выход от Luminosity, либо они не угадывают, и тогда сейвят четыре девайса с высокой долей вероятности. Ну, потому что Хико отдался очень не вовремя, очень не кстати. Да, попытались сыграть в Абанг Ликвид, ну действительно, вроде бы и неприятно, что раунд отдали, но по девайсам практически ничего не поменяется, 13-й раунд завоюет Luminosity, но тут Ликвид уже выигрывает или нет. То есть тут как бы навряд ли будет супер какая-то тоненькая игра, бразильцы супер на камбэк настроены. Ну здесь очень вероятно овертайма на самом деле, то есть Ликвид могут какой-то морозный раунд взять, Ого, ты посмотри, бразильцы-то и мы сейви-то пытаются не дать, уже два девайса они выбивают, время заканчивается. Да, тут понимание есть, ой-ой-ой, команда Luminosity и Fallon отдался. Но кусту прокинули-то, видел, Fallon? А ВПшечка-то наступила на Хе. Да, да, и три девайса все равно выбили, 14-13. Всего лишь один раунд уделяет одну команду от другой, опять-таки в свете первой половины, которая вообще была без шансов за командой Luminosity уже красавчики. Денег нет у Luminosity. То есть это практически гарантированный 14-й и очень плохой закуп на следующий. Ну вот Luminosity опять же молодцы, они не побоялись пойти выбивать эти девайсы. Что самое интересное, Luminosity имея полное позиционное преимущество, не смогли никак свои девайсы сохранить. Да, они по идее должны были ждать, но почему-то их перестреляли. Ну очень-очень грамотно все делают бразильцы. И понимают, что у соперника экономически, исходя из этого, они вот вновь разыгрывают под Б. Кстати, прошлый был едва ли не единственный, который Luminosity сознательно разыграли под А. И причем это здорово очень получилось у них. Тут, правда, Элайдшу заспалил свою М-ку на арене, дал дэмэджа, кстати, по колдзере. Теперь у него 6 хп, у Фера 40. Ну и что же, бразильцы вообще никуда не идут. Liquid постоянно, кстати, укрепляют Б, не было ни разу стака на А. Вот если стак, то это по-любому точка Б. Так-о. Фер, ну Фер пойдет, хотя 40 хп, не знаю, стоит оно того. Будет отстреливать, бомба под респауном, и, в принципе, вот эта инфа от рукава должна быть. Он-то отвлекал, наверное, как-то внимание на себя. Ты же видишь, что его тиммейты вместе с бомбой находятся под А. Ну и по поводу стака, опять же, подавляющее большинство раундов в Luminosity-то под Б играли. Поэтому, ну, знаешь, делать укрепление под А, которое, в принципе, укреплять сложнее с пистолетами в руках, ну, по-моему, такое себе удовольствие. Всю игру ходили на Б, ключевые раунды на А. Пара-парам-пам. Для команды Liquid бомба сейчас снова будет установлена. Ну, подобрали, конечно, коллаж. Есть М-ка для Элайджа, он уже теряет хп. Атаку из ямы закроют, выход из дверей, если таковой вообще будет. FNX контролит балкон. Что-то бомбу-то так и не ставят. Вот он, плент. Вот идут выбивать без арморов. И вот, кстати, нам тут напомнили, пока, я думаю, Liquid'ов будут просто отстреливать, что укрепление под А все же было. Помнишь, на пистолетке яму укрепили? А, да, да, да. Раунд Virtus.pro был. Раунд Virtus.pro все же был. Спасибо. Да, пацаны в чате все знают, все помнят. Да, чат мы мониторим, друзья. Поэтому, если какие-то интересные мысли вы высказываете, мы их, ну, наверное, увидим и даже озвучим. Ну что, Элайдж, кстати, сохраняет свою М-ку. Все ультимейты отдались. Но этот парень так просто нет. Все-таки не погибает. Точнее, погибает. ФНХ отличный минус. Ну, давайте смотреть за этим жидким баем. Не думаю, что там огромное количество денег будет у Liquid. Скорее всего, на АВП даже без армора не хватит. Напомним, первая половина закончилась в пользу команды Liquid со счетом 12-3. Сейчас же на ваших экранах счет 14-14. Да, уже два раунда. И мы сидели, думали. Luminosity сегодня три матча уже выиграли. Уже и были овертаймы, было и 16-0. И ножи были уже, чего только не было. Luminosity все равно дают камбэк. Им, ну, наплевать на абсолютно любые переменные. В этом плане. Абразильцы очень-очень сильны, действительно. И по психологии, и по уверенности в себе. Кстати, все-таки хватает на АВП для кусты. Даже на легкий армор. На шкреб. Ой, тут Fallon получил солидную порцию дэмэджа. Дефолт. Кто-то красный, Фера 50 хп. Третий раунд подряд. То FNX был 5 хп, то Тако или Колдзера. Это о чем-то, в смысле. Каждое начало раунда у бразильцев кто-то красный, у кого-то пол хп. А, да. В этом бразильцы преуспели, ничего не скажешь. Сейчас, кстати, может не сработать их игра от снайпера в друпруме. Мы видим, мало того, что друпрум запер с двух сторон, так еще и молоток туда реально может лечь. Fallon пытается хоть как-то окупить свое АВП FNX. Делает опенфраг, перестреливая снайпера ликвид. Это уже плохо. Очень важный момент. При этом Люминосити не делают каких-то глупых телодвижений. Они просто играют точно на голову своего соперника нацелен на Лайдж. Но Тако-то прячется за стеной. А ВХ у американца нет. И вот что ты поделаешь в такой ситуации? Три стены, три стены защищают бразильца. Адрен, игра на кирпиче. Fallon дожидается смока. Тут же мы видим, заняли уже позицию арки. Лайдж сидит до конца. Молотов ему не мешает. А флешка путает все карты товарищу Элайджу. Нитро, однако, везет больше. Элайдж вставляет палки в колеса. Но вот стрельба у Нитро дальше не пошла. Вновь в большинстве команда Люминосити. Здесь сейвить для коней не аварик. Перестреливает Адрен Калзера. Но моментальный размен от Fallon. Два красных игрока против в целом, ну, 70-хипового Адрена. Ой-ой-ой, 10 секунд времени. Fallon должен выходить. Fallon, Fallon, Fallon. Тащит раунд. Шестью хп. Не имея абсолютно времени, с выбитой бомбой под дропрумом. Fallon просто заходит в спину. Красавчик Fallon. Нам вот показывают, сколько игроков оставалось в живых. Действительно, тенденция очень интересная. Люминосити за камбэчили. Ой-ой-ой, как короли. Таил, что они ставят вообще? Как это возможно? Как это... Ну, как ты это вообще объяснишь? Вот с точки зрения здравого смысла, такие камбэки, такая игра абсолютно роботоподобная. Просто Люминосити Контрид Ликвид. Трэш Угар и Содомия, да. Не просто Контрид Ликвид, а опять напоминает им вот этот Эмолджит, про который Эмолджит только, казалось бы, начали забывать. Нет! Можем мы еще закамбэчить. Можем повторить, да. Чё, помните, как на Эмолджита было? Ладно. Может быть, Эмолджит все же выйдут на овертаймы. Хотя, даже если выйдут, толку от этого не будет. Ну, посмотрим. Ликвид действительно только два раунда в дефе. Очень скользкий бай. Там уже пробивался одинокий фанат с криками USA у нас на трансляцию. Не знаю, насколько это слышат игроки. Но, в любом случае, Ликвид или сейчас, или никогда. Или вы проигрываете все четыре карты в первом дне, или хотя бы допы на Кобблстоуне. Ну, мы знаем денег. Ликвид, ну и там любая команда все равно получит нормально. Даже за последние места. Но, Люминосити в последнем для себя раунде в основное время играют. Так же медленно, как и в предыдущих на самом-то деле. Все делают максимально правильно и осторожно. Да, один раш был под Б. Еле-еле они два в четыре вытащили. Поэтому больше быстрых раундов мы не увидим. От Люминосити они слишком рисковые. Да, ну и как раз вот раш здесь был ни при чем. Просто индивидуальная игра спасла Люминосити. А сам по себе раш-то как раз и провалился. Поэтому и не уходят. Дружище-то в спину. Но Нитро с магом все-таки ушел. Выход из окна. Окно контролирует Адре, но получает показ. Хико пытается спасти положение. В спину забирает Тако, но второго все-таки в двери пропускает. Все зависит от Куста. Куста включается со своим Фамасом. Ловит флешку в глаза, однако прячется в смоке. Колзеро забирает Хико. Не получается ничего сделать и у Куста. Колзеро контрит. Балкон Нитро один. Свопает девайс. Время. Две. Бомба. Бомба будет. Есть. Хватает времени. И теперь шансы для Нитро выглядят не столь впечатляющими. Хотя выбора у него нет. Ой-ой-ой. Одну буковку G, наверное, уже написали в чат Liquid. Если Нитро не берет этот класч-раунд, то это будет действительно good game. Нитро видит первого, видит второго и погибает. Камбэк невероятный. Что-то из области вообще паранормальных явлений нам демонстрирует Luminosity. Я даже не знаю, как вот это прокомментировать и что вообще сказать в связи с этим. Счет после первой половины был 12-3. Liquid вообще никаких шансов в Luminosity не оставили. Могли бы заканчивать с еще более разрывным счетом. Американцы вообще не понимают, что пошло не так. Не очень расстроены. Но, тем не менее, действительно, последний шестой матч вечера получился очень захватывающим. Камбэк заставил понервничать, я думаю, всех. Красавчики Luminosity, традиционное рукопожатие. Ну и, в принципе, вот таким был первый день и Лиги у нас. Посмотри на лица бразильцев. Мне кажется, они даже более напряжены, чем Liquid. Liquid'ам уже наплевать, по-моему, на все. Liquid'ы все четыре карты слили, там последнее место группы, все понятно. Hiko на одной карте сыграл. Так, там были какие-то фанефекции, ну а нам напоминают суперхайлайты. Да, вот Adrien, который не успел. Хотя, ну, хорошая была попытка, действительно. Ну, там и четыре в два уже проигрывали Liquid'ы, там секунды не хватило. А, в общем, американцы в шаге буквально от победы на Cobblestone не проигрывают. Вот так вот. Молодцы, молодцы, бразильцы, у-ху, хорошая. Вот потрясающий камбэк. Фанбаза, фанбаза есть. Да, вот несмотря на то, что очень позднее время, но мы посмотрели матч, который, ну, опять же, вот подобного мы можем еще долго не увидеть. Хотя, кто знает, что же нам покажет и Лига в дальнейшем. Да, равнодушным не остался никто, дорогие друзья. Я, ну, что же, был и 16-0, был и камбэк, были и ножи, были супернеожиданные результаты. Что, вот чего здесь только не было. Наверное, все, что можно представить, все здесь было. Ну, ладно, подробнее, наверное, хоть и кратенько вам расскажут наши аналитики. Мы же с Федей с вами прощаемся. Удачно провести ночь, завтрашний день. Пока. Пока.